В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте. Новый созыв Госдумы приступил к работе. Нинецкий округ в нем представляет депутат Сергей Коткин. На эту должность он был избран во второй раз. В прошлом созыве Сергей Николаевич принимал участие в работе Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В восьмом созыве он приступил к работе в составе Комитета по международным делам. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Не только Сергей Коткин представляет сейчас Нинецкий автономный округ в Государственной Думе, но и Михаил Козляков. Два депутата сейчас в Государственной Думе, которые представляют Нинецкий автономный округ. Сергей Николаевич, расскажите, чем вы будете заниматься, и не означает ли это, что вопросы Арктики выпадут из вашего поля зрения, то есть она останется без вашего внимания? Прежде всего я бы хотел обратиться к жителям округа и поблагодарить их за поддержку на выборной кампании. Она была очень непростая, на самом деле очень сложная. И поблагодарить не только тех, кто меня поддержал, а тех, кто и не поддерживал меня, но пришел на избирательные участки. Почему? Потому что те, кто проголосовал против меня, это тоже сигнал. Сигнал к размышлению, к осмыслению, каких-то дальнейших шагов, действий. Поэтому для меня на самом деле все очень важно. Но и выборы состоялись, поэтому будем работать, и то доверие жителей округа, которые мне оказали, буду его оправдывать, насколько хватит сил моих и возможностей. А что касается вот уже этого созыва, 8-го созыва в Государственной Думе, ну, к сожалению, не к сожалению, не знаю. Но, по крайней мере, руководство Госдумы почему-то вспомнило, по-моему, про мой прошлый опыт, это борьбы с терроризмом. Вот, и меня пригласили и попросили перейти с комитета нашего профильного комитета по Арктике, по Дальнему Востоку, в комитет по международным делам и напрямую заняться, прежде всего, вопросами борьбы с терроризмом. Это, прежде всего, теми террористическими организациями, которые сегодня уже реально мы ощущаем, государство российское уже в нашем подбрюшье, все это мы чувствуем, видим. Это вопросы, это и Талибан, это и ИГИЛ, и это Аль-Русны, и Хамас, вот эти все организации, на самом деле, они действительно террористические организации, они признаны и нашими судами, и международными судами. Вот, для меня это работа абсолютно новая, во многом непонятная, потому что я всю жизнь занимался в органах безопасности, значит, на госслужбе, имею некоторый опыт парламентариев, вот такой международной деятельности со странами Арктического региона, но вот в таком аспекте для меня это впервые очень непросто, тем более президент поставил конкретные задачи. Президент поставил задачу вернуть Сирию в Лигу Арабских государств, удержать Индию на нашей орбите Российской Федерации, почему она может все дальше, дальше от нас уходит в стороны Соединенных Штатов Америки. Это событие последнее в Афганистане, в Сирии, то есть все очень непросто, все очень сложно. Тот круг задач, который мне обозначили, очень непростой, очень непростой. Но тем не менее, еще и у меня нет знания английского языка, я тоже об этом сказал, и опыт мой, предыдущие органы государственной безопасности, это конкретные операции, операции по освобождению заложников, по борьбе с террором, здесь несколько другое. Это не только парламентская дипломатия, это уже дипломатия официальная, они разнятся между собой. Я проконсультировался уже с рядом послов в этих государствах, проговорили с ними, пока даже не понимаю, с чего начинать по этой работе, очень сложно, очень непонятно, еще раз повторюсь. Но тем не менее, задача поставлена, будем ее решать, тем более, что встречаясь с вами, встречаясь с жителями округа, мне вот уже сейчас, говорят Сергей Николаевич, жителям округа это не надо, что вы сейчас это самое, вы не будете работать по Арктике. Я всегда в данном случае говорю, что мы живем в государстве российском, мы все живем в России, и вопросы безопасности, национальной безопасности России, это вопросы каждого жителя Невского автономного округа, поэтому отказаться я в данном случае не принято и не мог. А что касается непосредственно профильной работы, по нашему комитету по Арктике, у меня остались там связи, я очень в хороших отношениях с председателем комитета, с Николаем Милкаевичем Харитоном, который сейчас ковидом заболел тоже на больничной койке. И будем работать с этим комитетом, безусловно, более того, у нас не удалось еще Михаилу Кислякову зайти в этот комитет, мы его распределили в комитет по региональной политике, сейчас будем просить, чтобы Михаила Леонидовича завести в комитет по Арктике и Дальнему Востоку, чтобы он непосредственно занимался проблемами. Почему очень важно быть в том комитете? Потому что одно дело, когда готовит депутат записку, письмо официально там на председателя правительства, на профильных министров, другое дело, когда это идет от профильного комитета. Это разные весовые категории у этих документов. Поэтому будем просить, настаивать, чтобы Кисляков туда вошел. А я параллельно с этими вопросами, значит, даже большей частью сейчас придется заниматься именно международной политикой. Тем более, что она очень актуальна для округа. Вы знаете о том, что сейчас у нас губернатор возглавил на два года, по-моему, этот Баренц, регион. Да, международная обстановка как бы вот все ближе, ближе, ближе приближается. Именно вот напряженность приближается. Я думаю, что Юрий Васильевич, что все у нас получится, мы уже с ним обсудили. У нас будет здесь много мероприятий на нашей площадке, на площадке Невско-автономного округа. Так что будем работать и в международном комитете, и в нашем профильном комитете. Сергей Николаевич, а как складывается работа вот со вторым депутатом, с Михаилом Кисляковым? Насколько? Как может быть складываться? Мы с ним земляки. Мы с НИСИ с одного поселка практически, он представляет округ, Архангельская область. Ну, он еще вникает, он вникает, мне импонирует то, как он знакомится с ситуацией, с обстановкой. Ему только в пятницу дали кабинет, у него не было ни компьютера, ни связи, по сути дела, ни документов никаких. Только-только идет там сейчас такой муравейник в Государственной Думе, когда переезжают с одного кабинета в другой. Мне, кстати, переехал в Троекуровские палаты, это палаты 17 века, значит, нашего купца, наверное, Троекурова. Там комитет по международным делам, там много у нас иностранных делегаций. Уже состоялась встреча, я говорю, и с послами, и прочее, поэтому... А ему только в пятницу кабинет дали, и связь, мне связь подключили где-то дня 4 назад, ему только, наверное, вот еще, наверное, не подключили кабинет, и дали. Поэтому впереди у нас с ним большая работа, вот. Я думаю, что будем выстраивать работу на благо жителей округа. Сергей Николаевич, а как вы оцениваете новый состав Государственной Думы? Что изменилось в регламенте работы? Ну, в регламенте, с точки зрения самого регламента, ну, практически ничего пока не изменилось. Единственное, что изменилось, это увеличилось количество комитетов. Если у нас было в седьмом созыве 26 комитетов, то сейчас 32. Их максимально спроецировали на структуру правительства Российской Федерации, чтобы было удобнее работать. У нас, кстати, раньше комитет наш назывался комитет по региональной политике, проблемам севера и дальнего востока. Сейчас региональную политику выделили отдельно, оставили только комитет по Арктике и по Дальнему Востоку. Ну, и дополнительно выделили ряд комитетов новых в привязке к структуре правительства. Это первое. Ну, и второе, это было и по всем, по прошлому созыву. Несмотря на то, что партии «Единая Россия», которую я представляю, мы в абсолютное большинство голосов взяли, как по спискам, так и по одномандатным округам. У нас конституционное большинство. Тем не менее, руководством Думы принято решение, значит, независимо от того, сколько бы какая партия ни набрала, всем даны комитеты. Наши партии, руководители партии, члены другой партии возглавили комитеты, ряд комитетов, заместителями стали. То есть здесь у нас такой четкой градации нет. Почему? Потому что в значительной степени те вопросы, которые мы решаем в Государственной Думе, это вопросы России. И там у нас у всех, по большому счету, одна партия – это наша большая родина, и малая большая родина. Поэтому вот тут распределение пошло. А что касается нового состава, он поменялся очень сильно. Я практически, вот кто рядом сидел по прошлому созыву, их никого нет. Кто-то не прошел, кто-то не пошел. 50% практически состава поменялось. Поэтому это ощущается, это видно. Пока еще пристреливаются, присматриваются. Это видно по выступлениям, это видно по инициативам. Поэтому я думаю, что будет работа интересная. Многие зашли от цехи, как я всегда, от земли. Это очень важно. Это очень важно. То есть не представители крупного бизнеса, большой политики, а именно от регионов, люди, которые представляют непосредственно самую-самую глубинку России. И вот я больше рассчитываю на этих людей всегда, потому что именно они составляют государство. Не Москва, не Санкт-Петербург, а регионы. У нас государство сильно регионами. И очень важно, что зашли новые люди. Очень много молодежи, на мой взгляд, зашло. Молодые ребята, смотрю, есть. И так это... Думаю, что работать будет интересно. Появилась фракция партии «Новые люди». Как вы оцениваете их работу? Насколько конструктивны их предложения? Ну, пока рано оценивать какую-то работу, поскольку у нас прошло всего там два заседания, наверное. Вот, но мне, по крайней мере, инпонируют те инициативы, которые они предлагают, руководитель этой фракции «Новые люди». Ну, намерения благие. Намерения благие, там, дать образование нашим школьникам, старшеклассникам, научить их бизнесу. Они там предлагают их уже в девятых-десятых классах учить бизнес, чтобы они стали богатыми людьми. Ну, что ж, пожалуйста. Это, наверное, правильно. Предлагаю снизить там жилищно-коммунальные услуги там на 25% как минимум, не на 50%, а на 25%. То есть это все здорово, хорошо, но что меня немножко настораживает, вот это популизм. Вот «Единая Россия» никогда на этом не строит свою работу. Можно очень много дать предложений. Мы это почувствовали на выборной кампании. Когда некоторые лидеры говорили, что надо поступать в вузы, всем дать бесплатно, летать бесплатно на самолетах, там ЖКХ все долги списать, там все списать, и там списать. Все это замечательно, хорошо. И сейчас вот это продолжается, особенно слева и справа. Мы видим, когда они выходят на кафедру, на трибуну Госдумы и предлагают вот такие вещи. Ну, прежде всего, надо подумать, во-первых, где взять деньги. Потому что если вы отсюда возьмете, значит, вы у кого-то должны взять. У тех же, может быть, и у детей, и у учителей, и у медицинских работников, и прочее. Поэтому это все надо очень взвешенно, а не просто на эмоциях эти выступления. Я говорю, что я могу на трибуну выходить каждый день и такие предложения кидать, и быть таким хорошим перед избирателями, какой депутат пришел туда. Но надо думать всегда о возможностях государства. И что государство не просто сделать заявление, какие-то декларации, а эти заявления, эти решения должны быть обеспечены финансово, чтобы не обмануть людей. Вот это меня беспокоит, напрягает. Многие выходят еще на трибуну ради того, чтобы выйти на трибуну и что-то сказать. А в суть вникать, в проблему вникать, в вопрос вникнуть, конкретные предложения предложить по решению этой проблемы, вот этого не вижу. Это беда малых партий, ну, может быть, это и болезнь роста. Я думаю, что все со временем встанет на свои места, и... Ну, мне во многом импонирует эта партия. Сергей Николаевич, в первом чтении в Государственной Доме был принят бюджет России. Какие у него особенности, и как там представлен Ненецкий округ? Расскажите, пожалуйста. Значит, бюджет, ну, впервые, наверное, вот за последние вот эти ковидные, даже я уже сказал бы, годы, мы вышли на профицит. Мы вышли на профицит. Мы все время с вами говорили, что мы формировали деньги в фонде национального благосостояния для того, чтобы дать толкнуть, вот, качнуть развитие экономики. Чтоб мы почувствовали все на себе реальное улучшение жизни, качество жизни. То, о чем говорит президент, то, о чем говорит президент. И у нас накануне состоялся очень непростой разговор с министром финансов, с Силуановым, нашей большой фракцией, и вопросы были очень непраздные. Очень непраздные заключения, и Турчак, и Васильев, руководитель фракции, и Володин, председатель Государственной Думы. Мы представляем, мы команда одна. И на выборы шли, мы говорили, мы одна команда. Команда президента, правительства, партия «Одинная Россия». Но они не встречаются с населением правительства. Встречаются с населением депутатов Государственной Думы. Вот у меня вчера, говорят, встреч было, сейчас пандемия на улице. Вот сейчас мы там в Искатерах встречаемся с людьми, и ведь они нам задают вопросы, а что с заработной платой? С 2012 года заработная плата не повышалась. Там не повышалась, цены растут, все растет. Как нам жить? Да не жить, а выживать как? Вот эти вопросы Силуану, он назвал цифры, цифры очень хорошие. Бюджет профицитный. Туда 150 миллиардов, туда 200, туда триллионы, туда триллионы. Но эти триллионы, у меня даже в сетях там написали, Сергей Николаевич, что нам эти триллионы? Как люди почувствуют реально на себе? Будут ли они лучше жить от этих триллионов? Поэтому было завернули мы практически выступление Силуанова, договорились о том, что мы принимаем первым членом бюджет, поскольку он в общих цифрах очень неплохой. В общих цифрах он очень неплохой на самом деле, но его надо наполнять, его надо наполнять теми суммами, которые, чтобы люди на себе почувствовали реальное улучшение жизни. Там остается в остатке где-то более триллиона рублей. И мы сейчас должны все это расписать. Я попытался получить детали по нашему субъекту, и сегодня там у меня помощник сидит, ждет, председатель комитета, никого нет по бюджету, поскольку они сутками работали, просто сутками работали, они там по два-три часа спали. И сейчас там никого нету, и никто практически не получил. Мне нужна разблюдовка в целом по статейно, по Нениско-автономному округу, как и, собственно, других депутатов. Я знаю в общих чертах, знаю по разговорам с финансистами, с депутатами из бюджетного дела, здесь в департаменте работают. Округ представлен неплохо. В целом Российская Федерация у нас, все равно цифры назову, может быть, они немножко как-то жителям будут резать ухо, как говорят у нас, но тем не менее 25 триллионов где-то доходы, 23,7 триллиона расходы. На первое место по расходам у нас выходит социалка, в целом это 25-27 процентов социалка. На втором месте у нас выходит оборона, национальная безопасность государства, тоже понимаем, почему это делается, это где-то 5,8 триллиона рублей. На третьем месте это экономика, 3,4. Национальные проекты, через которые мы хотели развитие, которые у нас неплохо по прошлому году округ был представлен, увеличено с 2,5 до 2,8 триллионов рублей. Очень неплохие суммы на образование, на здравоохранение, на культуру. Все это есть. Инфляцию планирует правительство где-то 4 процента, дай бог, если удержит. Поэтому годы по 20-му не удержали. 5,8, под 6 процентов официально, гораздо, я думаю, что побольше будет. Инфляцию по 4. Мы уходим от нефтяной иглы. На сегодня в бюджете государства нефть составляет 9,5 триллиона рублей. 15,5 триллиона – это не нефтяные доходы. То есть 38 процентов в государстве – это не нефтяные доходы. Это значит, говорит о том, что экономика начинает вставать на ноги. Это здорово. И мы планируем уже в 23-24 году от нефтянки уйти на 33 процента будет. А когда я пришел в прошлом созыве в Государственную Думу, 60 процентов было нефть в бюджете государства. В этой связи, причем, бюджет формировали прочный, он очень надежный – 44,2 доллара за баррель. А нефть планирует в будущем году где-то 62 доллара. Все остальное отсечение после 44 долларов – это фонд национального благосостояния, с которого, кстати, в этом году впервые пойдут деньги на развитие экономики, чтобы еще ее приподнять, чтобы она уверенно на ножки становилась. Где-то порядка 2,5 триллионов рублей будут выделяться деньги на то, чтобы создавались предприятия, заводы, еще что-то и прочее. Потому что на самом деле очень важно. Но перспектива, вы видите, как Европа уходит на зеленую энергетику, эти перспективы, цены будут падать, поскольку газ, нефть в дальней перспективе, конечно, они уже востребованы так не будут. Безусловно, создадут культуративную энергетику. У нас будто все время говорил Владимир Яковлевич, что давайте сохраним наш нефть, газ для будущих поколений в округе. Через 10, 20, 30, Европа говорит, что через 20 лет уже газ, нефть никому не нужны будут. Поэтому сейчас вот в этой связи по газу мы выходим в целом на 203 доллара за тысячу кубов, по нефти где-то на 63. То есть в целом выстроены приоритеты, в целом выделены деньги и на наши программы. Но, здесь но, ноль практически на программу по государственной поддержке коренных мочистых народов Севера Сибири. Ноль. Мы столько били за эту программу, чтобы ее приняли. Мы помните, сначала говорили о законе о поддержке Северного оленеводства. Он не прошел, поскольку другие регионы говорят, давайте овцеводство, давайте свиноводство, что-то такое, почему вы Северных оленей поддерживаете, а нас нет с овцами или с овцами. Поэтому пошли по пути господдержки коренных народов. Но деньги не выделили. Это как это так? Поэтому сейчас мы подготовили письмо. Вот как раз комитет профильный по Арктике. Я с ними там уже пообщался, поговорили. Подготовлено заключение нашего профильного комитета, из которого я ушел. И подготовлено очень хорошее заключение на комитет по бюджету. С тем, чтобы между первым и вторым чтением нести поправки и изменить эту ситуацию. Кроме этого, Дети Арктики. Впервые программа по Арктике. Это к тому, что иногда тут писали в сетях, когда на выбор шел, что Коткин там ни одной программы никакой по Северам нет, ничего нет. То Дети Арктики вернули программу. И на этот год запланировано у нас по 4 миллиарда. Это на 3 года планировано. 22, 23, 24. Это мало. Безусловно, нужно увеличить. Уже договорились о том, что это деньги финансированные на Дети Арктики будут увеличены. А это значит, что наши детки полетят на юг, будут отдыхать, увидят солнце летом. И многое другое по этой программе. Поэтому вот здесь и вообще сама программа социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации впервые на нее выделено где-то, по-моему, 8 с чем-то миллиардов рублей. Таких денег никогда не было. Но увидеть округ ПАГАК конкретно вот за этими цифрами нужно день 2-3. Вот сейчас у меня там помощник в кабинете стоит, приемная у Макарова, комитет по бюджету, ждет, когда они выдадут все цифры, чтобы посмотрели. Чтобы мы помимо общих цифр по этим программам на увеличение, нам надо посмотреть, что по округу. Что у нас будет заложено на дорогу строительства на Наринмар, что у нас будет со строительством дома престарелых, инфекционным центром, что у нас будет по дорогам, что у нас будет по строительству по селу. Мы увеличили финансирование существенно по развитию сельских территорий. Еще, честно, инициатива у нас пошла на увеличение этих денег. Но это увеличение как отразится у нас в Нинецком округе? У нас неплохие шли деньги, вы видите, у нас по селам, возьмите там сейчас Тельвиска, красные вот эти села, они дороги, уже мы строим бетонные дороги в населенных пунктах, и мы дальше по этому пути пойдем. То есть, еще раз повторюсь, бюджет очень неплохой на самом деле, деньги есть, заложены резервы, он прочный, он надежный. По округу будем смотреть в деталях, работать совместно с губернатором, с департаментом, с тем, чтобы максимально Нинецкий автономный округ был отражен в этих всех позициях. Это то к тому, что в сетях там меня иногда сейчас пишут, что вы тут цифры приводите нам, федеральные и прочее. Но федеральные цифры это стабильность государства в целом. Сергей Николаевич, а какие еще приоритетные проекты рассматривает Госдума? Вот буквально осенняя сессия, самые главные приоритеты, это бюджет. Сейчас мы приняли в первом чтении, вносится будет поправки, нам сейчас нужно довести до конца бюджет 22, 23 и 24 годы. Буквально три дня назад мы заслушались у Анова по исполнению бюджета за 20 год. Много было вопросов. Пандемийный год очень сложный, непростой. Подробно рассказал все, чего как, сделали выводы. По крайней мере, наша система и финансовая, и в целом государство выдержало. Выдержало вот этот тяжелейший год пандемийный. И сейчас это все те уроки, которые были в 2020 году, они плавно должны как-то учитываться вот уже в перспективе, потому что мы, как видим, ситуации лучше не становятся в Российской Федерации. И не становятся. Почему? Потому что большая беда, у нас смертность, мы практически выходим на первое место в мире. Почему? Потому что прививки у нас не делают россияне. И заставить их практически невозможно. Гондурасы, Уругвайи покупают наши прививки, делают, болеют не меньше нашего, но не умирают. У нас умирает молодежь. И только потому, что делать прививку, значит, нас обманывают, нас опять врут, нас вводят в заблуждение, что это тот конец жизни и прочее. Хотя по 5-6 уже кое-кто сделал этих ревактонаций, вот эти все. Это просто беда. Это уже национальная безопасность государства. И я считаю, что здесь нужно принимать уже конкретные меры и жесткие. Мы в Государственной Думе, Совет принял решение. Госслужащий, раз ты чиновник, раз ты получаешь определенные льготы, ты получаешь пенсию, значит, нет прививки, до свидания. Есть прививка? Пожалуйста, давай. Не надо подвергать сам, если ты безответственно относишься к себе, не подвергая опасности своих родных и близких, и своих коллег. Подумай о других, если ты не думаешь о себе. Это очень... У нас каждый день в Госдуме заболевает. Каждый день. Несмотря на то, что нас проверяют там каждые три дня в Государственной Думе. Умирают молодые люди. Молодые люди умирают. Сергей Николаевич, а Госдума рассматривает какие-то законопроекты, какую-то поддержку предпринимателям в связи с тем, что вводятся QR-коды и в связи с тем, что локдауны объявляются? Еще вот по приоритетам. Еще один момент, мне очень важно. Сейчас мы вышли инсоциативой. Она уже давно витала, в принципе. Может быть, впервые это в округе озвучил, губернатору я говорил. Мы сейчас примем решение, скорее всего, будет принято на 99,9%. Мы отменим консультированную группу налогоплательщиков. Это налоги на прибыль организации. Это крупные, как правило, организации, которые у нас в округе есть. Это, прежде всего, лукойл. Поэтому сейчас уже там есть ходоки, которые просят не отменять вот эту консультированную группу налогоплательщиков. Но мы это решение примем. Несмотря на все эти ходоки, лоббирование вот этих. Почему? Потому что я думаю, что для округа это выгодно. Когда уйдет тот же лукойл от консультированной группы налогоплательщиков. Я помню, как она принималась в 2012 году. Консолидированная группа налогоплательщиков, она такая нехитроумная. Но она дает им определенные преимущества. И я не говорю ни в коем случае, ни налоги платят. Но это группа компаний. Условно говоря, лукойл. Условно говоря, три компании есть. Несколько слов все-таки скажу, чтобы было понимание. Потому что для жителей, может быть, это мало что говорит. Консолидированная группа платящих. Но, условно говоря, три компании. Одна компания получила прибыль 100 миллионов рублей, допустим. Налогов заплатила 20 миллионов государству. А другие две компании. Одна убытки 70 миллионов. Другая 30 миллионов. Другая, эти две компании 100 миллионов убытков. В итоге, в итоге эти три компании в группе, они налоги не платят государству. Потому что те 100 миллионов потеряли, а эти 100 миллионов прибрели. Сейчас этого не будет. Сейчас этого не будет. Это, безусловно, было им выгодно. Поэтому сейчас это мы решение все равно проведем, я думаю, что, и мы это сделаем, и ряд моментов есть, которые нам по приоритетам сейчас и по почте, есть ряд законодательных инициатив окружного собрания депутатов, есть надо доводить до конца приказы Минтранса по малой авиации, мы изменили, кстати, сейчас приказы вышли, мы об этом даже как-то говорили, когда уже сочли транспортную безопасность, когда нужно было метроскопы в селах, сделать нам ограждение там и так далее, все изменили. Все изменили, причем по письму нашего комитета, по инициативе нашего губернатора, когда он тоже напрямую выходил на профильных министров, приказ изменен, он полностью устраивает, я разговаривал со Стопчаком, с предприятием наше, но это надо застолбить, одно дело проект, надо, чтобы этот приказ пошел в жизнь и чтобы это все устоялось, чтобы это все устоялось. А вы спросили меня... По поводу предпринимателей, да, помощи предпринимателям в связи с локдаунами, да, они же теряют огромные прибыли. Безусловно, значит, предприниматели, они, особенно социалка, первые, транспорт, они первые почувствовали на себя, на себе вот эту всю беду с пандемией. И поддержка была действительно. Но если наша экономика и средний бизнес там просел где-то на 4,5% в целом по России, то Европа просела на 8-10%. По сути дела там обрушилась ряд производств. То, что мы почувствовали по стали, по дереву и прочее, все мы это ощутили на себе, Россия. Здесь же по малому и среднему бизнесу мы удержали эту ситуацию, хотя всем было очень непросто. Не только простым жителям, многодетным семьям там и прочим, пенсионерам, бизнес тоже это почувствовал на себе. И поддержка была, в принципе, беспрецедентной по малому и среднему бизнесу. Но у нас есть комиссия, которая вот именно по малому и среднему бизнесу, она на уровне государства, которая формирует вот эти предложения, цель которой это оказать помощь малому и среднему бизнесу. И эта комиссия через коррекционный совет, совет по борьбе с коронавирусом, по распространению коронавируса, на правительство выходит с этим предложением в целом по малому и среднему бизнесу. И у нас уже есть ряд предложений, насколько мне известно. Часть пойдет в Государственную Думу, мы еще даже не рассматривали, они еще даже не внесены на самом деле. Но уже в ноябре у нас будет ряд инициатив, на мой взгляд, очень неплохих. Это, условно, выплаты в размере минимального размера оплаты труда в малом бизнесе сотрудникам с 1 ноября уже будут осуществляться эти выплаты. Заявка подается где-то с 1 ноября, 15 ноября уже эти выплаты, они в принципе будут осуществляться. Кроме того, кредиты будут предоставляться. Полгода кредит не платится, с полгода на 12 месяцев 3% кредиты. Причем кредиты будут четко рассчитываться, какая сумма по кредиту. Условно говоря, если работает 100 человек, если работает 100 человек, то там умножается на минимальный размер оплаты труда, на месяц. В общем, там все расчеты, не будем сейчас вникать в детали, но это очень неплохая поддержка для малого и среднего бизнеса. Но это только по ноябрю. Я знаю, что готовится ряд предложений в целом, которые будут вывести на Государственную Думу. Вот эта комиссия, на мой взгляд, очень неплохо работает. И здесь, безусловно, в этом плане надо работать и малый и средний бизнес поддерживать. Безусловно, тут разговоров даже нет. Сергей Николаевич, в конце программы не могу не спросить. Дума еще не проработала и месяца, и уже два скандала. Комиссия «Единая Россия» по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии за то, что он проголосовал против принятия бюджета в первом чтении. И депутата от КПРФ Рашкин, который был задержан под Саратовом за браконьерство. В его багажнике была туша лося убитого. И в связи с этим вопросом, можно ли исключить из партии депутата, если он высказал свое мнение, проголосовав против, и по Рашкину, дала ли Госдума разрешение на привлечение Рашкина к ответственности? У нас уже время опять заканчивается. Да, это уже крайний будет вопрос. Значит, что касается проголосовал за или против, ни одна партия в мире, ни одна партия не может существовать без дисциплины. Нет такого в любой партии. Те, кто годами, десятилетиями партия существует, там должна быть дисциплина. У нас есть возможность высказать свое мнение, довести свое точку зрения до руководства страны, руководства нашей партии. Причем открыто, вот мы с Силуановым встречали, очень жесткий разговор был, очень жесткий разговор был. Значит, то же самое, пожалуйста, на встречах на нашей фракции с руководством государства, пожалуйста, на профильных комитетах, отстаивая свою точку зрения, доказывая ее. Но если большинство голосов сказало нет, значит, ты не смог убедить и доказать этого. А раз ты не смог этого сделать, подчинись большинству. Поэтому здесь абсолютно правильно и верно. Представьте себе, 300-300 человек, каждый будет голосовать по-своему, кому как вздумается. У меня тоже, например, своя есть точка зрения по ряду вопросов по той же пенсионной системе. Думаете, мы что, так все ее так приняли, что ли, вот так в одночасье? У нас до этого были там часовые споры по этому вопросу, убеждали там друг друга, что, как и почему. Поэтому здесь абсолютно правильно, я думаю, что и взыскание будет, безусловно. Что касается Рашкина, я тут абсолютно не удивлен, он всегда с трибуны говорил, что надо защищать животных. Хорошо помню, знаю, как он партию представляет, он всегда так там, всегда так. Говорят одно с трибуны, по факту все совершенно другое. Если будет вынесено на Государственную Думу, я лично проголосую за то, чтобы было уголовное дело, и оно было рассмотрено в соответствии с законом Российской Федерации. Не должно быть у нас депутатов неприкосновенных, не должно быть у нас членов правительства неприкосновенных перед законом, мы все равны абсолютно. Абсолютно. Мясо кушать тебе нечего, ну, давайте я угощу мясом тебя, если нет, тебе кушать нечего. Что это такое? Тем более, когда с трибуны всегда с такой критикой, с такой негативом, да вы все такие, сякие, да вы это самое. И тут совершенно другое все. И это сплошь и рядом. Поэтому вот эти вещи пресекать надо, на корню пресекать надо. Поэтому я говорю, я лично проголосую за то, чтобы следствие разобралось объективно по данным вопросам. Сейчас они начинают уже говорить, коммунисты там, это все накат, это все наезды, это все опять провокация. Ну, слушайте, ну вы не смешите людей-то хоть. И мы знаем, как у нас в выборной кампании шла вот эта газета, товарищ, да все ложь, плашная. Мы просто не стали об этом в суд подавать, я лично был против судиться, поскольку это рейтинг им дополнительно передаст. Ну, так же нельзя, так же нельзя, но люди же, не все же все понимают, не все же во всем четко ориентируются. Особенно молодежь, надо же как-то немножко все-таки вот это разрешать. Я ни одного плохого слова не сказал против своих соперников, ни одного плохого слова не сказал. А это представители эко-партии ходили по квартирам и говорили, какой Коткин негодяй. Ну, что это такое, ну, что это такое, ну, разве так можно? Поэтому, вот так, извините за эмоции. Сергей Николаевич, спасибо большое, что вы пришли к нам. Что, все уже, да? Да, программа наша подошла к концу. Да, я знаю, что вот сейчас началась региональная неделя, вы будете встречаться с избирателями, да, буквально после нашей программы. Я желаю вам очень плодотворно решать все вопросы, чтобы все получалось. Спасибо большое и приходите к нам еще. А вам я напоминаю, что в гостях у нас был депутат Государственной Думы Сергей Коткин. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!